Сейчас я покажу, что такое безотходное производство Вот она наша елка Мы ее в мусор не будем выкидывать Мы ее дадим нашим друзьям О, даже кошке елка нравится Потихонечку редеет наши кролики Каких мы продали Остаются самые отважные Вот эти черные самочки Которые дадут нам потомство Надеюсь, если все будет хорошо Вон она там, старая самка наша Ей уже около двух лет Кроликов тоже Новый год Всем огромный привет! Мы идем по классике жанра Подкормим нашу дикую ушку А по дороге я расскажу О трех вариантах заработка Когда я вчера ездил на ферму У меня в голову Закралась идея Которую, возможно, весной я воплощу Смотрите, какой смех Вот Идея в чем заключается Для кого-то она не новая Для меня Относительно тоже она не новая Это Разведение перепелов Я вчера узнал Взрослый перепел У них на ферме Продается За 200 рублей Ну, с учетом того Что у кроликов они продают Около двух тысяч Соответственно Перепела Вовита будет стоить В два раза Вот Единственный минус Разведение перепелов Ну, не то, что минус Два их минуса Это Клетки Ну, их можно, так я понял Также водить в вольере Я попробую И Они очень теплолюбивые Ну, я так думаю Это Относится ко всем птицам Потому что Даже куру в зим В морозы Сильные Если сарай Или Амбар Хорошо не утеплен То они, естественно Не несутся Прошу прощения Я толстый Поэтому Я поднимаюсь в гору И поэтому Я так бешу Вот Это два минуса Это клетки Это больший затрат на клетки И Большие затраты Чтобы сделать теплое помещение Да, кто Кто-то скажет Чего там утеплить Посыл обогреватель Ни хрена подобно Электрические обогреватели Они очень пожароопасные Все Абсолютно Даже масляные У меня один раз Даже масляные Загорел Сейчас мы их будем кормить Полетели Негодницы Я им поесть принес Так, если видно Вон сколько от лап От уток Они тут Частенько тусуются Сейчас куда-то Вон туда улетели Пойду спущусь И посмотрю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да А пока Я спускаюсь Иду вниз Хочу дальше договорить Заварил я про перепелов Вот Эти два минуса Вот И то, что обогреватели Любые могут сгореть Нужны какие-то Ставить предохранители Еще что-то Вот Вторая идея В прошлом году Я уже Разводил уток Правда Я бы врал на пробу 20 уток Из них 15, по-моему А, нет Где-то половину Точно не помню Съели лисы Поэтому Кто живет в деревне Возле леса Или Как следует Делать клетки Чтобы не пролезли Лис туда Вот Или не разводить В городе Естественно Не разведете Что касается Уток Получается Брали мы в апреле В мае В начале Уже В июне В конце Они уже были Достаточно Такие Плотненькие Вес не знаю Сколько Мы их оставили До сентября Понятно Что уже С трех С четырех Месяцев У них уже начинает Пеньки быть Но пеньки на перьях На самой утке Поэтому Неудобно Приходится ее щипать Но на мое удивление Все-таки Одна утка осталась Которую Лис не съели Вот Мы ее Когда пощипали Хотя она уже была Сколько Май, юнь, юль, август Сентября И на мое удивление Особо пеньков Никаких не было Вот Может сейчас Какие-то породы Специально вывели Вот Это Что касается Уток Утки Морозы Утки Не сильно боятся Так что Если кому Разводить На продажу То лучше покупать Молодых Уток И К началу сентября У всех кабанить Потому что Уже в зиму Это уже не выгодно Держать Это и корма И все дорогое Ну За исключением У того Кто Занимается Яйцеводством Выводит из них Утят маленьких У кого есть Корм халявный То да Можно и на зиму Оставлять Вот А для себя В принципе Можно любое время Кода Вводить А что касается Диких уток Которые я хочу поймать Дикие утки Они могут сами Нести яйца И я хочу их просто Взять на развод Поймать Ну Можно и купить Но это не интересно Вот Ну они Дикие утки Маленькие Это то Что касается уток Тоже Идея такая Можно Разводить Весной Они не особо Дорого стоят Мы их покупали По моему Рублей по 200 Чем-то Прошлый год 2020 Вот Это что касается Уток Дальше Идут Идут дальше Индюки Индюки Они тоже Относительно Типолюбивые Но Индюки Они Очень Нежные Я бы сравнил Индюков Как кроликов Вот Потому что За ним тоже Надо ухаживать К ним надо Особый подход Потому что Индюки тоже Иногда Могут дохнуть И Неплохо Потому что У меня Узнакомый фермер Есть удики Когда я хотел их купить Все-таки Я повременил Потому что У меня Нет опыта В разведении Той или иной Птицы Поэтому Надо все Постепенно Так Вот Так что Вот эти три идеи Именно птицеводства Которые Вполне Можно На начальном этапе Или на начальном Орне Разводить Вот Сейчас Я еду По замерзшему Болоту Главное Мне не провалиться Вот Такие дела Давайте будем смотреть Где утки Так Вот что касается Птиц Опять же Хочу добавить Это чисто Мое Субъективно Поверхностное Мнение Так что У меня Огромного Опыта Птицеводства Нет Так что Гуру Птицеводства Прошу Строго Не судить Возможно В каких там Аспектах Я был Не прав Вот Ну а сейчас Сейчас Такой момент Кролики В вольере Есть Беременные Крольчихи И Как Я Узнаю Беременна Крольчиха Или нет Потому что В клетке Совсем Другое Дело В клетке Мы сразу Подпустили Крольчиху Кролик Кайфанул Значит Все Крольчиха В залете В вольере Немножко Все по-другому Устроено Потому что Самцы Активно Проявляют Свою Половую Жизнь Поэтому Там Все Мешается Люди Овцы Козы Собаки Поэтому Как я Проверяю Я сейчас Покажу К счастью У нас В семье Есть Ветеринары И Сейчас мы С помощью Моей Матушки Она же Ветврач по Образованию Проверим Несколько Крольчих Беременны Они Или нет Если Они Беременны Возможно Возможно Я их Отсажу В отдельной Клетке Потому что Сейчас Грядут Очень сильные Морозы Вплоть До Тридцати Поэтому Если В вольере Нет глубоких Нор А их Нет Вот Маленькие Крольчат Мог Погибнуть Вот За Родину За Вольер Поэтому Сейчас Мы Несколько Крольчих Проверим А Ловим Их Очень Просто Насыпаем Лакомство Они Подходят На их Топ И Все Ну что Погнали Так Вот Мы Сегодня Видели Это Уже Хорошо Тишина Так Следующая Вон Та Бежи Толстух Не бойся Крольчиха Ну здоровая Жирная Должна она Быть Беременна По-любому Маленькие Маленькие Так Маленькие Маленькие Выпускайся Бежи Первый раз Его поймал Вообще Не ловил Черный Еще Одно Это Помнишь В лицо Нет Нет Это Не глядел Покон Знаешь В лицо Да Это Зина От Олюда А Ева Нет Нет Не боись Видишь Ей нравится Даже Маленькие Как чистые Чинистые Давай Все 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 Свободен Чем Маленькие Блин Надо было Просто Караулу Подпустить Посмотреть Ну так Друзья Что я могу Сказать Из Трех Крольчих На Который У меня Было Подозрение Из Трех Одна Беременна Точно Мы Сейчас Осмотрели Живот Вторая Под Вопросом Третья Точно Небеременная Сейчас Мы Третью Крольчиху Черную Подпустим К Новзеландцу Посмотрим Как Она Себя Поведет Если Крольчиха Будет Хрюкать И Вести Себя Активно Значит Она Беременна Но На Ранних Сроках Сейчас Посмотрим Извини Что У вас Не отель Люкс Ну Давай Сережка Работай Так Крольчих Ведет В принципе Не шумит Тихо Значит Она Точно Небеременная Сережка Что Ты Потерял Свои навыки Почаще Надо Тебе Ходить По Невестам Ладно Мы Сейчас Оставим Пускай Не познакомится Еще Поближе Потому Что Не Всякое На Первом Свидании Дает Все Так Ну Вот Закончилась Наша Эпопея Проверим И Кроликов Ну А Вы Проверьте Подписку На Мой Канал И Поставьте Лайки Пока Субтитры Субтитры Субтитры